В вечернем эфире ТСВ «Экспертное мнение». В студии работают Александра Гашицкая и Алла Горбатенко. С 1 октября наши пенсионеры начнут получать пенсию уже на банковский счет. И говорят, что в некоторых случаях оформить этот счет можно будет, даже не выходя из дома. Об этом и о других нюансах мы сегодня поговорим с руководителем отдела маркетинга Агропромбанка. С нами на связи Владимир Литвин. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Владимир, ну вот даже в моем окружении много таких пенсионеров, которые привыкли получать пенсию по старинке. И когда им говоришь, ой, надо на карту, ну это вот для них что-то такое заоблачное. Вот я так понимаю, что сегодня мы должны все разъяснить, разложить по полочкам, чтобы у людей не осталось никаких вопросов, что это в принципе просто, доступно. И главное быстро. И главное быстро, да. Вот с чего нужно начать, чтобы оформить, сначала мы счет оформляем, да, а потом уже банковскую карту, да. Или это все вот одновременно делается, получается. На сегодняшний день, ну вообще еще до того, как об этом законе, об этой необходимости стали говорить в средствах массовой информации в Агропромбанке, Агропромбанк выбрали для получения пенсии почти 40 тысяч клиентов. Это больше, чем треть всех преднестровских пенсионеров, но получающих преднестровскую пенсию. Понимаете, это явление, ну отнюдь не какое-то новое, шокирующее, значительная часть людей уже сейчас пользуются этими услугами. И как раз вот это количество говорит о том, что это сделать очень просто, и пользование этими услугами понятно. Теперь если говорить про банковские карты, которые вот сейчас, про банковские услуги, которые сейчас предлагаются тем пенсионерам, которые приняли решение выбрать Агропромбанк для зачисления пенсии. Мы приложили максимум усилий для того, чтобы минимизировать затраты по времени, какие-то усилия по хождению в СБС и так далее наших пенсионеров. По факту это выглядит как, что пенсионер, ну не знаю, там вечером зашел в супермаркет купить там хлеб, молоко, взял с собой пенсионное удостоверение и паспорт, зашел в кассу, которая есть в любом супермаркете, шрифт, оформил карту, процесс этого оформления занимает минут пять, не больше. И также пенсионеру предложат подписать заявление о том, чтобы... Которая в СБС отправится, о том, что... Что получать будет деньги уже. Да, 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 что просит зачислять пенсию, но вот этот вот счет, все. Вот, собственно, на этом все процедуры закончились. Я сейчас на секундочку вас прерву. Вы сказали, оформит карту. Это в случае, если счет уже оформлен, или счет точно так же ему тут же на месте открывается? Это все делается автоматически. Вместе с карта и счет будет, да. На самом деле карта – это доступ к счету. Для того, чтобы у вас был доступ к счету, чтобы вы могли расчисываться в магазине, снимать наличные и так далее. На сегодняшний день у Агропромбанка, ну, наверное, все-таки самая большая сеть покрытия по круглосуточным средствам для снятия наличных. Это речь идет о банкоматах. Также клиенты Агропромбанка могут пользоваться отделениями банка. Это под 90-е их по стране. Плюс отделение почты, которое есть, ну, как я уже сказал, банкомат. Но я хотела напомнить еще о бонусах, которые дает карта. Наши пенсионеры очень быстро привыкли к дисконтной карте, да, где 10% на покупку они имеют скидку, ну, на какие-то там жизненно важные товары. Да, а теперь, если не было карты, теперь еще на карту будет 3% скидки. Но мне кажется, это тоже для пенсионера, у которого нет других доходов, кроме пенсии, это тоже дополнительный такой приятный бонус. Как я уже сказал, почти 40 тысяч пенсионеров, они очень трезво оценили соотношение выгод и затрат на пользование картой. То есть вот карта стоит, карта бесплатно выдается при зачислении пенсии в Агропромбанке. Стоимость карты целых 3 рубля в месяц, и туда входит, ну, это обслуживание самой карты, плюс бесплатный интернет-банк и мобильное приложение. 3% кэшбэк, как вы сказали, в сети супермаркетов «Шериф» на товары, которые помимо вот этой вот перечни, которую представляет торговая сеть по пенсионному дисконту, ну, вы знаете, у подавляющего большинства наших клиентов 3% кэшбэк в несколько раз превышает стоимость обслуживания карты. Но опять же, все-таки, если говорить про консервативность, вы ведь оставляете еще возможность не пользоваться картами, если, ну, вот привыкли люди, да, к наличным деньгам, пожалуйста, вы получаете деньги на счет, да, его достаточно можно открыть только счет, не получая банковскую карту, и ежемесячно, если уж есть такая потребность, снимать деньги со счета, правильно? Не обязательно же иметь карту, ну, если вдруг принципиален человек. Давайте, давайте мы, то есть точно не будем говорить о карте, о каком-то проклятии черной жемчужины, потому что, ну, есть счет, в чем радость приходить с паспортом, сидеть в отделении, ждать очередь, чтобы получить наличные деньги, когда эти же самые деньги можно получить в любом банкомате. Независимо от... Наличие выбора не может не радовать, поэтому, как минимум, выбор у наших пенсионеров есть. Задлительный выбор, на мой взгляд, но, опять же, мы не можем в нем отказать. Да, знаете, еще на что обратила внимание, иногда вот стоишь в очереди, и почему очередь задерживается? Вот стоит бабушка там с палочкой, и она отчитывает эту мелочь. Вот, наверное, это тоже должны знать пенсионеры, что картой гораздо быстрее рассчитываться. То есть не надо таскать с собой вот эту вот наличку. Ну, я же говорю, мы сейчас проквариваем очевидные плюсы без наличных. Тем не менее, вы знали 40 тысяч пенсионеров, а их у нас гораздо больше, и по-прежнему остаются те, кто этим всем делом не интересовался и получал пенсию, ждал доставщика пенсии, да, и... Тем более, сейчас очень много на слуху речь идет о мошенниках, которые там якобы где-то с банковских карт снимают. Эта информация идет и по России, и везде. Поэтому наши пенсионеры очень боятся, вот особенно те люди, которые более старше... В противовес скажу, что последний, ну, крайний год, вот этот вот, который 24-й... Отдавали наличные, да. Как раз, когда наличку отдавали, когда вы слышали истории про то, что банковские карты обчистили. Мы слушаем постоянно истории про то, как вытащили из-под подушки несколько тысяч долларов. Владимир, тогда такой вопрос. Я услышала информацию о том, что можно будет оформить счет, открыть счет, не выходя из дома. Вот расскажите, о чем здесь идет речь? Все ли этим могут воспользоваться? Ну, смотрите, для этого, опять же, должны быть основания, да. Это не что-то новое, не какая-то новая услуга, которая была придумана специально для... Этой ситуации, да. Она постоянно действует. И Агропромбанк ежемесячно, там, ну, не знаю, от 10 до 50 выездов делает на дома пенсионеров, те, которые по разным причинам не могут физически прийти в отделение банка. Разные случаи бывают, созваниваются, договариваются и все. Да, такая возможность есть. Необходимо позвонить на 1661, и вам обязательно помогут. И, вы знаете, за вчерашний день только у нас больше 300 пенсионеров пришли, оформили карты, дали прекрасную обратную связь. Спасибо. Основной связью был начальник отдела маркетинга Агропромбанка Владимир Литвин. Ну что, погода за окном по-прежнему нас радует, да, все еще тепло. Ну и хочу сказать, что амброзия по-прежнему беспокоит всех. Аллергики выдохнуть спокойно до сих пор не могут. Хотя говорят специалисты, что дожди прошли, и все-таки немножко... Требить должно было пыли. Ну а сегодня Минсельхоз опубликовал информацию, что с 17 мая по 16 сентября от граждан поступило 9 звонков на телефоны горячей линии Стоп Амброзия и 7 сообщений на электронную почту о выявленных очагах амброзии. Будут быть цифры совсем небольшие. Не впечатляющие, да. Сейчас поговорим подробнее. С нами на связи Виталий Ткач, начальник управления сельского хозяйства Слободейского района. Здравствуйте. Добрый день. Виталий Васильевич, ну действительно цифры очень скромные. 9 звоночков всего. Неужели у нас амброзии так мало на улицах? Но я знаю, что в Слободейском районе комиссия, ну не знаю, десятки раз, наверное, за это лето выезжала на поля и угодья предприятий. Сколько у вас было выездов? У нас было обследовано более 200 предприятий. То есть это примерно около полутора тысяч земельных участков. То есть за весь сезон, то есть с 17 мая и по 16 сентября. Это можно объяснить, почему так мало звонков, да? То есть вы сами все предупредили. Сначала мы стараемся, естественно, предупреждать. То есть первые объезды, которые начинаются в мае месяце, носят такой рекомендательный и предупреждающий характер. Но на самом деле на законе прописано, что нет опущения произрастания абброзии полной листы. И вот из 200 предприятий, то есть практически у нас на сегодняшний день, уже именно на сегодняшнее число, у нас 18 предприятий были привлечены к админответственности. Что означает админответственность? Это просто штрафы и предупреждения или какие-то более жесткие меры? Предупреждений у нас по действительному законодательству нет. Получают от минимального до максимального штрафа. То есть выносят данное переписание, данный штраф в министерстве. И на сегодняшний момент, то есть когда мы проводим наши мероприятия по обследованию, допустим, выезжаем на любое из предприятий, при обнаружении абброзии составляется акт обследования и человек приглашается на протокол. Хорошо, но это не первый год мы вот так общаемся с вами, да, общаемся с другими городами по поводу амброзии. И хочется спросить, стало ли ее действительно меньше? Есть какой-то результат от всей этой работы? Результат, я думаю, видно, проезжая наши поля, массивы, мы видим культуру земледелия. Она возросла в разы, и это действительно факт. Но, к сожалению, в этом году действительно обращение граждан и амброзии по протоколам больше, чем в прошлом году. Но это обусловлено природно-климатическим фактором. То есть у нас было очень засушливое лето. Естественно, высокие температуры, которые в этом году практически побили рекорды. И мы все прекрасно понимали, что существует три метода борьбы с амброзией. Это биологический, это химический и механический метод. Биологический метод практически не сработал. То есть, естественно, и конкуренты амброзии – это наши культурные растения. Естественно, у них, исходя из того, что корневая система, и это растение более подвержено засухе и высоким температурам, оно начало угнетаться гораздо быстрее, чем амброзия. И, естественно, конкурентов в амброзии не стало. Поэтому, действительно, мы наблюдали увеличение произрастания сорного каротина сорняка амброзия. Поэтому было совершено столько выездов. И, действительно, по Слободзейскому району было три звонка на горячую линию. Реакция составила от суток до трое суток по обращению граждан. Объясните, как это происходит. Вот приезжаете вы, допустим, на предприятие, и что, начинаете выискивать амброзию? Достаточно одного кустика, чтобы у предприятия штраф прилетел? Или все-таки это там плантация серьезная должна быть, и только в таком случае будут последствия? Самое такое вот это не идти в крайность. То есть мы прекрасно понимаем одно растение или это одиночное растение на полях. Естественно, аграрии тут же реагируют. Большинство аграриев очень сознательные люди, и они прекрасно понимают соблюдение действующего законодательства. И, в первую очередь, это благо для самих них. У них точно такие же люди работают на полях, которые точно так же подвержены аллергии. И в том числе и сами землепользователи, владельцы или руководители предприятий. Поэтому, естественно, из-за одного кустика и прочего, то есть у нас нет задачи... В реальности не впадаете, понятно. Да, нет задачи у инспекторов наказать. Есть задача не допустить произрастания сорного карантина, сорного карантина, агрозия полонолистная. Поэтому существует три балла по зарастанию данным сорного карантина. То есть первый, второй, третий балл. Естественно, когда третий балл, это свыше 50%, вот, как вы выразили, это плантация. То есть это уже массив и... Который действительно может неприятности, конечно, доставить всем, кто рядом находится. Виталий Васильевич, мы как-то пару лет назад с вами ездили в один из таких рейдов по Амбрузии. И, ну, не буду говорить, какой участок, но вы сказали, что это уже не первый раз мы видим Амбрузию на этом участке. Значит, будем ставить вопрос об изъятии этого участка у арендодателя. Вот как часто к таким крайним мерам приходится прибегать? Такие меры есть. И в этом году точно так же был один случай по изъятию данного земельного участка. Это большой участок? Это у предприятия именно, да? Это у предприятия, да. Это участие с ограниченной ответственностью. Ну, получается, что вообще не обрабатывали землю или что-то было посажено, но Амброзия все заросло? При выявлении Амброзии полновистной составляется протокол, и протокол идет на рассмотрение. Потом идет предписание, в котором обозначен срок для устранения Амброзии полновистной. В случае не устранения данного срока, в данный срок в Амброзии полновистной, естественно, выносится вопрос о изъятии данного земельного участка. То есть это не означает, что приехала комиссия, обнаружила, и тут же участок изъялся. Нет, всегда дается время на устранение. То есть есть какой-то механизм, но он уже, в принципе, прекрасно работает. Хорошо, мы говорим про Слободейский район. Понятно, что в Слободее очень много полей, да, очень много таких вот хозяйственных объектов. А если говорить о городе, я вспоминаю, в прошлом году мы разговаривали с властями города Бендеры, и там был такой нюанс. Завозили землю для клумб с кладбища, и вся эта земля, она была в Амброзии, в семенах Амброзии. И получается, что вот вроде бы землю новую отделенители привезли и насыпали, но вместо красивых цветов она вся прорастает Амброзией. Как в Слободее с этим? Есть ли в городе такая проблема? Хочу отметить, что в Министерстве сельского хозяйства занимается только землями сельхозназначения, и это наши полномочия. Но точно так же, как мы расположены в Слободейском районе, естественно, в унисон работаем с главной госадминистрацией, администрацией, и в настоящее время, то есть, когда заводятся какие-то грунты, в том числе для посадки или для посева озеленения на клумбах, проводится, как правило, химическая обработка почвы. То есть, это или почвенные гиппициды, или прополка. Другие, к сожалению, вариантов нет. Но Амброзию ничего не берет, насколько я знаю. Любая почва у нас практически заразана десятки лет вперед, то есть, произошло обсеменение сорным каратильным сорняком Амброзия полнолистная. К сожалению, это факт, поэтому с этим фактом необходимо бороться. А механический способ просто вырывать руками, я так понимаю, это самое действенное, что сейчас, в принципе, может быть в борьбе. Это в домашних условиях. Про наши, конечно, массивы, огромнейшие поля, которые есть, такой метод не подходит. Поэтому используется симбиоз, это химическо-биологическое метод или механический метод. Но стоит отметить, что механический метод тоже дорога ложка к обеду. Поэтому, если семена уже созрели до молочно-восковой спелости, мы прекрасно понимаем, что идет обсеменение, и эти семена у Амброзии полнолистой, как они будут звучать, они сохраняют свою схожность даже в молочно-восковой спелости или молочной спелости. Поэтому избавиться механическим методом 100% от Амброзии, к сожалению, не получится. Виталий Васильевич, сколько еще времени осталось для Амброзии? Ну, получается, что она сейчас заканчивается. Сколько еще потерпеть нам осталось? Чуть-чуть аллергикам, кто страдает. Она заканчивает свисти, и дальше будут семена образовываться. Нашим аллергикам практически осталось неделю терпеть, и мы уже видели, прошли осадки, стало дышать легче. То есть вот эта пыльца прибилась, и мы чувствуем, что гораздо легче, полной грудью можно вздохнуть. Но в настоящее время, конечно, аграриями ведется борьба с данным сорным каротином. Но она уже не цветет так активно, правильно? Нет, она уже не цветет, идет созревание и обсеменение данного сорного каротина шарника. В общем, история повторяется. Еще неделечку, неделечку мы дотерпим, и все спокойно уже вздохнем. И до начала следующего сезона. Спасибо большое. С нами на связи был начальник Слободейского управления сельского хозяйства Виталий Ткач. Вранчу снова трясет, и не по-детски. В понедельник в 6 вечера у нас произошло землетрясение. На верхних этажах дребезжали стекла и люстры. На нижних тоже чувствовалось. И на нижних чувствовалось, да. Но, во всяком случае, у меня на седьмом этаже я очень хорошо почувствовала. Повело так хорошо. Есть предположение, что спровоцировал вот эти толчки циклон Борис, который без того натворил много бед в Европе. Ну, а так это или нет, мы узнаем у нашего города. Гостя с нами на связи директор Института геологии и сейсмологии Госуниверситета Молдовы Игорь Некуара. Игорь, добрый вечер. Игорь, смотри, в СМИ прошла информация, что сила толчка вот этого землетрясения была 5,3-5,4 балла. Это получается в эпицентре. А сколько тогда баллов дошло до Кишинева и до Тирасполя? Если мы говорим, то магнитуда, да, действительно, 5,4 по уточненным данным. Что сгенерировало сейсмическую интенсивность до 5 баллов на территории Республики Молдова. Это в основном южные регионы и, возможно, некоторые территории в Тишиневе до 4,5. В Восточном регионе Республики Молдова, исходя из тех данных, что к нам поступили, как люди ощутили эти сейсмические толчки, было до 4. Уже на следующий день после землетрясения в интернете появилась информация от молдавских специалистов о том, что якобы это землетрясение связано напрямую с циклоном Борис, который принес в Молдову проливные дожди. У нас так прошел по касательной. Так это или нет, связаны ли два этих события? Циклон Борис и землетрясение, которое все мы чувствовали. Мы уже привыкли к небольшим толчкам во вранче. И даже не обращаем на них внимания. А вот какова вероятность, что эти толчки будут более сильными? Да, мы помним историю, что происходило в Турции буквально недавно и боимся такой же истории у нас. Повторения, да. Да, вранче происходят землетрясения, то, что их большее количество. И вот средние землетрясения разгружают очаг, что говорит о меньшей вероятности большого землетрясения. Но оно возможно. И об этом нам говорит исторические наблюдения. Мы за 20 век имеем ряд крупных землетрясений. Это всего 1940-го, 1977-го и 1986-го годов. Но, конечно, такого эффекта, как в Турции, не будет. Потому что различные механизмы очагов, различные чисто землетрясения, и впоследствии будут различны. То есть более мелкие землетрясения, получается, снимают общее напряжение, и нам им надо радоваться. Можно радоваться, да. Конечно. Лучше, чтобы было много средних, чем одно крупное. Хотя в шкале Рифтера, вот эти единицы, от которых мы говорим, магнитуда, 5 и 4. Я вам приведу пример. Магнитуда 5 и магнитуда 6 в 32 раза больше выделяется энергии при магнитуде 6. То есть надо 32 землетрясения с магнитудой 5, чтобы не было одного в 6. Ого! Я даже не думала, что мы будем радоваться и даже хотеть мелких землетрясений. Получается, что так. Мелкие мы вообще не берем в расчет. Я говорю о средних. Средние – это вот такое, как было 16-го числа. Ну, то есть 5 баллов для нас это даже полезно было. Полезно. Люди чувствуют, вспоминают правила, как нам себя вести. И дополнительно пытаются информироваться о мерах безопасности в момент сейсмической опасности. Ну, понятно предсказать, когда это произойдет, очень сложно. И мы знаем, что сейсмологи в принципе не любят прогнозов. Но все равно есть же какая-то цикличность. Статистику ведет ваш институт? Когда происходят вот эти крупные землетрясения? Есть многолетняя статистика за весь период исторических наблюдений и инструментальных, и обработки архивных данных, которые говорят, что в сейсмическом очаге вранче один раз в 36-37 лет происходит крупное землетрясение, которое вызывает разрушение и в том числе человеческие жертвы может вызывать. Если мы так говорим, то теоретически мы близко к данному событию. Потому что мы можем взять в расчет землетрясения в 86-го года, которого прошло уже примерно этот период. Но с другой стороны, между 86-м и 77-м у нас было всего 9 лет. И в 21-м веке мы не наблюдали сильных землетрясений в вранче. Самое крупное было в 2004 году с магнитудой в 6 баллов. И это говорит о том, что при большом периоде без сильного землетрясения мы становимся ближе к подобному землетрясению. Последнее время все чаще говорим об изменениях климата. Мы видим, насколько тот же циклон Борис для нас совсем нетипичная ситуация. Есть ли такие же какие-то подобные наблюдения у сейсмологов? Какие-то изменения, которые раньше для нас были не характерны? Я первоначально немножко вас попавлю. Все-таки в современную эру, когда мы можем общаться через телефон, находясь в различных местах, как и сейчас наши беседы происходят, информация очень быстро распространяется. 50 лет назад, если произошел такой циклон, как бы власти приняли меры ликвидации, это произошло, люди об этом не знали. Произошло землетрясение, знали только люди. Ну, то есть узнали об этом в одном месте. Сейчас происходит циклон, дождь, ветер. Это уже огромное событие. И в интернете последствия этого события превышают этого события многократно. Ну, как изменения есть, но они постоянно происходят, потому что это открытая система. Особенно атмосфера, это в динамике, постоянное движение. Изменения постоянно происходят. Но в связи с тем, что, как я говорю, в современное время информация из любой точки планеты до любой точки планеты попадает за считанные мгновения, и источников очень много. Если я вернусь, 50 лет назад, подобное наводнение, когда бывало, мы можем поднять статистику гидрометилослужбы, где говорится, например, наводнение в 1994 году, когда оторвало дамбу и затопило ряд населенных пунктов, и в том, что и жертвы были. Сейчас жертв не было. Такие события происходят. Ну, мы живем в том мире, в котором живем. Ну, получается, что больше шума, чем поводов думать, что что-то меняется в мире. Ну, вот мы нашли еще одну информацию, что активное движение в Авранче затихло аж 20 миллионов лет назад. Тогда что же там трясет? Ну, тут немножко интерпретация. 20 миллионов лет назад считается, что закрылась зона формирования, активные движения. Что собой представляло? Это примерно то, что сейчас в Исландии, в Японии. Вот такая активность. И, конечно, там стабильность. Например, 40 тысяч лет назад последний вулкан был активен в Карпатах. Это совершенно другой срок. Если мы говорим о вулканической активности, это одно. Если мы говорим о сейсмической активности, это совершенно другое. Смотрите, если мы говорим о Японии, в Японии ежедневно происходит землетрясение 5-6 баллов по школе Рихтера. Они к ним привыкли и так и живут. Для нас 5 – это уже события. Различность. Что считать интенсивностью? По какой шкале мерить? Если это постоянные сейсмические события, активный вулканизм – это одно. А если это происходит с определенной периодичностью, вот если мы говорим о 36-37 лет, это практически два поколения, да? Два поколения – это люди успевают построить жилища, вырастить новое поколение и заботиться о себе. А когда это будет происходить 2-3 раза в год, это совершенно другая периодичность. Ну понятно, на появление землетрясений никак повлиять мы не можем. И, по сути, предсказать вот так, чтобы прям заранее, заблаговременно тоже не получится. Неспособны, да. Это природа. Тут мы не можем. Мы знаем причину возникновения землетрясений, мы знаем зону, где они возникают, мы знаем возможные последствия, исходя из того, что есть. Что мы можем предпринять? Это максимально сократить сейсмический риск. Таким образом, правильное исследование статистики характера землетрясений. Внедрение норм по антисейсмическому строительству. Разработка карт сейсмического реагирования и микрореагирования. И уже, чтобы они были в качестве нормативов, и застройщики, чтобы строили строение, соблюдая эти нормы. Этим мы снижаем риски. Да, но вот мы все помним, что в Турции именно несоблюдение этих норм и привело к такой трагедии. Да, к таким разрушениям и такому количеству жертв. Это был дополнительный фактор, кроме других. Там был ряд факторов. Вот смотрите, вот эти вот наводнения были, плюс землетрясения, да, оно было 5,4. А если бы было гипотически 7,4 в момент этих наводнениях, последствия были бы куда более нехорошие. Спасибо, Игорь. Вы нас успокоили. Теперь мы землетрясения в 5 баллов будем воспринимать как минимум спокойно, а как максимум будем радоваться. Теперь мы знаем, что это хорошо. Что не будет более сильного землетрясения. Да, и я думаю, для многих наших телезрителей вы успокоили сегодня. Да, с нами на связи был Игорь Некуара, директор Института геологии и сейсмологии Госуниверситета Молдовы. Ну, а это было экспертное мнение. Сразу после нас смотрите новости и все самые важные события этого дня. Оставайтесь в ТСВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова